Более 30 лет назад. Очень условно, но всё же именно 89-й год считают датой рождения холодного синтеза. Тогда в англоязычной прессе была обнародована информация о сообщении Мартина Флейшмана и Стэнли Понца, в котором заявлялось об осуществлении ядерного синтеза в следующей установке. По палладиевым электродам, опущенным в тяжёлую воду, с двумя атомами дейтерия вместо водорода, D2O, проходит ток, в результате чего один из электродов плавится в результате выделения слишком большой энергии, источником которой служила реакция слияния ядер дейтерия. После пресс-конференции Флейшмана и Понца реакция была быстрой и жёсткой. Они нарушили научную этику, обнародовав недостоверные результаты, которые даже не прошли рецензирование в научном журнале. Это было самое громкое обвинение, так как научных опровержений по существу так и не последовало. Но даже это обвинение оказалось фейком. К моменту пресс-конференции научная статья Флейшмана и Понца прошла рецензирование и была принята к печати в американском научном журнале The Journal of Electroanalytical Chemistry. Статья описывала уникальные результаты экспериментов, ведь было получено неимоверно огромное количество избыточного тепла, в несколько раз превышающий энергию, затраченную на электролиз, и возможную химическую энергию, которая может выделиться при простом химическом разложении воды. Зарегистрированные при этом тритий и нейтроны однозначно говорили о процессе ядерного синтеза. Причем нейтроны были зарегистрированы двумя независимыми способами и различными приборами. Год спустя, в 1990 году, в этом же научном журнале была опубликована следующая статья, конкретно касающаяся тепловыделения при этих исследованиях, из которой по этому рисунку видно, что интенсивное выделение тепла, а значит и сам эффект, начинается только на 66-е сутки непрерывной работы электролитической ячейки и продолжается в течение пяти суток. А позже, в своей работе в 1996 году, доложенной на шестой международной конференции по холодному синтезу ICCF-6, Стэнли Понс продемонстрировал две очень важные вещи. Первое, и, пожалуй, самое главное, это то, что, переехав в 92-м году из-за травли из Соединенных Штатов на юг Франции, на новом месте по прошествии значительного периода времени в другой стране он сумел не только воспроизвести эксперимент в Солт-Лейк-Сити, проведённый в 89-м году, но и получить увеличение результатов по теплу. Второе, знаменитое выделение тепла в этих опытах начиналось на 71-й день электролиза. Продолжается изменение выделения тепла 40 с лишним дней и далее постоянно на уровне 310 мегаджоулей до 160 дней. Это к вопросу о невоспроизводимости результатов, о которой очень громко кричали те, которым это открытие было очень не в кассу. Закрываторы открытия подняли шум очень оперативно, в течение месяца после конференции. И, конечно, времени на научно обоснованную критику с повторением эксперимента просто-напросто не было. Закрывали направление ХИАС руками американского физического общества, которое своей необоснованной и истеричной критикой, по сути, на много лет запрещало официальное исследование в области холодного ядерного синтеза. Именно члены этого общества, а не Флейшман и Понц, повели себя наперекор всякой научной этике, так как опровергали научную работу не в научном журнале, а доверили это газете New York Times, где в мае 1989 года появилась разгромная статья в отношении Флейшмана и Понца. Несмотря на все обвинения, выдвинутые против реакции холодного синтеза, крупные ученые из разных лабораторий продолжали получать потрясающие результаты. К сожалению, научная инквизиция не зависит от страны. То же самое происходит и происходило, например, у нас. В нашей стране существует комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской Академии Наук, которая уже успела наградить себя за последовательный разгром торсионных полей, холодного ядерного синтеза и антигравитации. При этом до сих пор не существует ни одной научной статьи в рецензируемых журналах, которая научно обосновывает невозможность холодного ядерного синтеза. Есть только интервью и высказывания в СМИ ученых, которые холодным ядерным синтезом никогда не занимались, а занимались часто абстрактными и очень денежными направлениями физики. Как термоядерный синтез, физика звезд, теория большого взрыва, возникновение вселенной, большой адронный коллайдер. Ведь первые возгласы «этого не может быть» раздались от физиков, занимающихся термоядерным синтезом. Именно они, потратив очередные пару десятков лет и несколько десятков миллиардов долларов, в очередной раз, подобно Ахиллесу, догоняющему черепаху, опять окажутся в одном шаге от осуществления вековой мечты человечества о получении нескончаемой, бесплатной и чистой энергии, того самого рукотворного Солнца на Земле. На данный момент этот последний шажочек отодвинули на 2050 год. И тем не менее, преодолевая научную инквизицию, направление продолжает развиваться. Число научных групп, в которых зафиксировано явление холодного ядерного синтеза или трансмутации, непрерывно растет, так же как растет число групп, которые целенаправленно занимаются исследованием этого процесса и связанными с ним физическими, биологическими, материаловедческими и другими эффектами. У этого таинственного процесса трансмутации есть ряд удивительных особенностей, которые пока не имеют научного объяснения. Во всех этих экспериментах появляются новые элементы, отсутствующие в исходном материале до начала указанных процессов. В продуктах трансмутации зарегистрировано отношение изотопов химических элементов, отличное от природного. Как правило, в большинстве экспериментов продуктами трансмутации являются стабильные изотопы элементов. При всем при этом, во время проведения опытов не обнаруживаются губительные радиоактивные излучения, которые должны бы наблюдаться при возникновении стабильных изотопов из радиоактивных элементов. Другой характерной особенностью процесса является избыточная тепловая энергия в тех опытах, где ее можно было зафиксировать. Некоторые авторы подчеркивают, что процесс трансмутации сопровождается неизвестным излучением, которые оставляют свои странные следы в фотоэмульсиях на шлифах металлов, и которые при взаимодействии с веществом изменяют его структуру и химический состав. Явление низкоэнергетической трансмутации элементов было зарегистрировано при множестве воздействий. Вот некоторые из них. При тлеющем разряде в Палладиевом и других металлических катодах, при электронной плавке слитков циркония в вакуумной печи, при ультразвуковой обработке водных солевых растворов, при электровзрывах металлических фольк в жидкой диэлектрической среде, при осуществлении электрического разряда в водно-минеральной среде, при воздействии импульсным током на свинец в магнитном поле, в растущих биологических структурах. Давайте теперь подробнее рассмотрим некоторые из этих удивительных, алхимических по своей сути процессов. В Институте общей физики РАН в лаборатории, возглавляемой доктором физико-математических наук Георгием Айратовичем Шофеевым, ученые открыли удивительный эффект. Альфа-распад урана-238 ускорялся под действием лазерного излучения с относительно небольшой пиковой интенсивностью. В экспериментах Шофеева за один час облучения золотой мишени лазерными импульсами образовывалось 10 в 15 степени наночастиц золота в одном кубическом сантиметре раствора. Оптические свойства таких наночастиц радикально отличаются от свойств массивной золотой пластинки. Они не отражают свет, а поглощают его. Ядра урана и продуктов его распада, торий протоктаний, оказавшиеся вблизи этих наночастиц, меняли свою радиоактивность. В частности, гамма-активность тория-234 увеличилась в два раза. Поскольку торий-234 возникает в результате альфа-распада урана-238, увеличение его гамма-активности свидетельствует об ускорении альфа-распада этого изотопа урана. Но это еще не все. Тот же научный коллектив обнаружил, что лазерное излучение может ускорять не только альфа-распад, но и бета-распад радиоактивного изотопа Цезий-137, одного из главных компонентов радиоактивных выбросов и отходов. Через два часа облучения золотой мишени зеленым лазером, на парах меди исследователи зафиксировали, что в кювете образовался коллоидный раствор с наночастицами золота размером 30 нанометров. При этом гамма-активность Цезия-137 уменьшилась на 75%, значит, настолько же уменьшилась его концентрация в растворе. Период полураспада Цезия-137 составляет около 30 лет. Такое уменьшение активности, какое было получено в двухчасовом эксперименте, должно происходить в естественных условиях примерно за 60 лет. То есть скорость распада увеличилась примерно в 260 тысяч раз. Такое гигантское возрастание скорости бета-распада должно было бы превратить кювет с раствором Цезия в мощнейший источник гамма-излучения, сопровождающего обычный бета-распад Цезия-137. Однако этого не происходит. Измерения показали, что гамма-активность раствора соли не увеличивается. По канонам современной науки это просто невозможно. Ведь получается, что при лазерном воздействии распад Цезия-137 происходит вообще без излучения. Почему именно Цезий-137 так интересен ученым? Почему в научных лабораториях постоянно обращают на него внимание? Да потому, что он в числе прочего главное действующее лицо в радиоактивном загрязнении Чернобыля и Фукусимы. И самое интересное, что ускоренная дезактивация этого радиоактивного вещества возможна не только под воздействием лазера с применением довольно сложной техники, но и с помощью бактерий. Да-да, сейчас самое время поговорить о той самой бочке, которую мы уже как-то показывали. Поиском ядерных реакций в биологических объектах уже более 20 лет занимается доктор физико-математических наук Алла Александровна Корнилова на физическом факультете Московского государственного университета. Открытие трансмутации химических элементов в естественных биологических культурах было сделано еще в 1993 году. Первый патент на получение мёсбауэрского изотопа железа-57 получен в 1995 году. Результаты этих исследований неоднократно были опубликованы в авторитетных международных и отечественных научных журналах, а также прошли государственную экспертизу во вне неорганических материалов имени Бочвара. При этом наблюдаемый эффект трансмутации немалоприменимый лабораторный опыт, а по сути готовая промышленная технология, которая не имеет аналогов на мировом рынке. Так что здесь, как собственно и во всех примерах из этого выпуска, не списать всё на какого-то чудака-изобретателя-самоучку-дядю Васю из соседнего гаража, у которого при необходимом градусе могла бы получиться ещё не такая трансмутация. Суть технологии Корниловой предельно проста. В ёмкость с водным раствором радиоактивного изотопа цезия-137 добавляются специально подготовленные микробные культуры. В результате уже через 14 дней концентрация цезия снижается более чем на 50%, но одновременно в растворе нарастает концентрация нерадиоактивного бария. То есть микробы каким-то волшебным способом радиоактивный цезий превращают в нерадиоактивный барий. Но начиналось всё не с цезия. В первоначальных исследованиях бактерии помещали в питательную среду, обеднённую железом, но содержащую соль марганца МНСО4 и тяжёлую воду Д2О. Эксперименты показали, что в этой системе вырабатывался дефицитный изотоп железа, феррум-57. То есть в первоначальных опытах бактерии превращали марганец в железо. И только убедившись, что ядерное превращение стабильных химических элементов возможно в микробиологических культурах, Корнилова применила свой метод к дезактивации долгоживущих радиоактивных изотопов. Причём для этого брали супергероев среди бактерий, сверхассоциацию микроорганизмов различных типов, чтобы повысить их выживаемость в агрессивных средах. Каждая группа этого сообщества максимально адаптирована к совместной жизнедеятельности, коллективной взаимопомощи и взаимозащите. В результате сверхассоциация хорошо приспосабливается к самым разным условиям внешней среды, в том числе и к повышенной радиации. Сверхассоциации выдерживают максимальные дозы радиации на несколько порядков больше, чем обычные микробиологические культуры. Причём их метаболическая активность почти не ослабляется. Ну а теперь о трансмутации в биологических средах снова переместимся в технические лаборатории. Реактор ИКЭТ Андреа Росси В середине октября 2014 года мировое научное сообщество было взбудоражено новостью. Вышел отчёт Джузеппе Леви, профессора физики Болонского университета и его соавторов о результатах тестирования реактора ИКЭТ, созданного итальянским изобретателем Андреа Росси. Тремя годами ранее, что в 2011 году Росси представил на суд общественности установку, над которой он работал многие годы в сотрудничестве с физиком Серджо Факкарди. Реактор, названный ИКЭТ, сокращенно от английского Energy Catalyzer, производил аномальное количество энергии. В течение следующих нескольких лет ИКЭТ тестировали разные группы исследователей, поскольку научное сообщество настаивало на независимой экспертизе. Самый длительный и обстоятельный тест, фиксирующий все необходимые параметры процесса, выполнила в марте 2014 года группа Джузеппе Леви, в которую вошли такие независимые эксперты, как Ивлин Фокси, физик-теоретик из Итальянского национального института ядерной физики в Болонье, профессор физики Ханно Эссен из Королевского технологического института в Стокгольме и, кстати, бывший председатель шведского общества скептиков, а также шведские физики Бо Хойстед, Роланд Петерсон Ларс Тегнер из Упсальского университета. В общем, собрали побольше скептиков из науки. Тем не менее, даже эти эксперты подтвердили, что устройство, в котором один грамм топлива нагревали до температуры около 1400 градусов по Цельсию с помощью электричества, производило аномальное количество тепла. Реактор представлял собой керамическую трубочку длиной 20 сантиметров и диаметром 2 сантиметра. Внутри реактора были расположены топливный заряд, нагревательные элементы и термопара, сигнал с которой подавался на блок управления нагревом. Питание к реактору подводили от электрической сети с напряжением 380 вольт по трём жаропрочным проводам, которые разогревались до красна во время работы реактора. Топливо состояло из 90% порошка никеля и 10% алюмогидрида лития. При нагревании алюмогидрид лития разлагался и выделял водород, который мог поглощаться никелем и вступать с ним в экзотермическую реакцию. В отчёте сообщилось, что общее количество тепла, выделенное устройством за 32 дня непрерывной работы, составило около 6 гигаджоулей. Элементарные оценки показывают, что энергоёмкость порошка более чем в тысячу раз превышает энергоёмкость, например, бензина. В результате тщательных анализов элементного и изотопного состава эксперты надёжно установили, что в отработанном топливе появились изменения в соотношениях изотопов лития и никеля. Если в исходном топливе содержание изотопов лития совпадало с природным, лития-6 — 7,5%, лития-7 — 92,5%, то в отработанном топливе содержание лития-6 увеличилось до 92%, а содержание лития-7 уменьшилось до 8%. Столь же сильными были искажения изотопного состава для никеля. Например, содержание изотопа никеля в зале составило 99%, хотя в исходном топливе его было всего 4%. Эти два фактора — обнаруженные изменения изотопного состава и аномально высокое тепловыделение — указывали на то, что в реакторе протекали ядерные процессы. Однако никаких признаков повышенной радиоактивности, характерной для ядерных реакций, не было зафиксировано ни во время работы устройства, ни после его остановки. Процессы, протекающие в реакторе, не могли быть ядерными реакциями деления, поскольку топливо состояло из стабильных веществ, но и согласиться с тем, что в установке протекают реакции синтеза ядер, ученые не могли никак. Ведь с точки зрения современной ядерной физики не могли там протекать, поскольку температура 1400 градусов по Цельсию ничтожно мала для преодоления сил кулоновского отталкивания ядер. После этого во многих странах стали проводить подобные опыты. Определенных успехов в этом направлении добился русский изобретатель Александр Георгиевич Пархомов. Ему удалось сконструировать теплогенератор, работающий на смеси порошка никеля и алюмогидрида лития, который дает избыточное количество энергии. Из научной статьи мы можем узнать, что изготовленное устройство после достижения рабочей температуры 1200 градусов по Цельсию работало непрерывно более трех суток, производя сверхпотребляемой мощности около 500 Вт. Всего сверхзатраченной электроэнергии из этой установки было произведено более 40 кВт-час или 150 мегаджоулей. Столько энергии можно получить при сжигании нескольких килограммов нефтепродуктов. Еще один русский ученый Юрий Николаевич Бажутов, кандидат физических наук после знакомства с результатами Росси, также проводил ряд экспериментов с точки зрения собственной теории, используя ядерно-физическую диагностику. Установка Бажутова позволила зарегистрировать нейтронное излучение в виде серии коротких всплесков продолжительностью до нескольких десятков минут. Это излучение свидетельствовало именно о ядерных процессах. А это авторы установки «Энерго-Нива» Анатолий Васильевич Вачаев и Николай Иванович Иванов. Если охарактеризовать процесс коротко, то в их установке происходила трансмутация элементов в электроразряде в жидких средах. Наблюдались следующие эффекты. Выработка большого количества новых химических элементов из воды, ранее в ней не содержащихся. Генерация избыточной энергии, тепловой и электрической. Генерация странного излучения, в том числе оптического свечения установки при работе. В экспериментах на вход установки подавались различные жидкие среды – вода, водно-минеральные, водно-углеродные, органические смеси. Все работы проводились в так называемом металлургическом режиме, то есть с максимальным выходом твердой фазы – в среднем до 300 г на литр. Химический анализ образцов проводился в трех независимых лабораториях. Вот, например, выходы посторонних элементов для случаев обработки дистиллированной воды и бытовых стоков. Следует особо подчеркнуть практически промышленный характер созданной установки, позволяющий получать за реальное время десятки, сотни килограмм продуктов трансмутации. На самом деле, всеми этими примерами тема холодного ядерного синтеза не исчерпывается. Разные экспериментальные группы в разных физических процессах независимо друг от друга обнаруживают подобные эффекты. И то, что это не лженаука и не фейк, а реальный процесс, доказывает интерес корпораций. Например, со стороны США активизировался Google, оказывая спонсорскую поддержку исследованиям холодного синтеза в нескольких университетах. Также компания работает над привлечением перспективных молодых ученых к исследованиям холодного синтеза. Верите ли вы в то, что в ближайшие 20 или 30 лет будут созданы установки на основе холодного ядерного синтеза? Голосуйте оценкой под выпуском. Пусть все увидят, сколько среди нас оптимистов. Или пишите в комментариях, почему это невозможно, что мешает нам овладеть этими технологиями в самое ближайшее время. Ну а мы не прощаемся, ведь прямо в эти секунды уже готовим для вас новые удивительные фильмы. До встречи!